Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о четырёх новых играх и ответим на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Call of Juarez. Узы крови. Дуэль в Рапидис, качки на лошадях и ацтекское золото в приквеле лучшего интерактивного вестерна на PC. Street Fighter 4. Свежее издание культового файтинга 90-х. И этим он особенно прекрасен. Fuel обладает уникальным игровым миром и высокотехнологичной графикой. Но для хорошей гоночной аркады этого недостаточно. Гарри Поттер и Принц Полукровка. Используйте магию и открывайте тайны этого странного, но красивого мира. Стань Гарри Поттером и спаси мир. Огромная безлюдная пустошь. Это все, что осталось от некогда обжитых земель, на которых обидала американская цивилизация. Население покинуло свои города, однако ушли не все. Горстка гонщиков-экстремалов, начисто лишенных рассудка, устраивает в упустевшей Калифорнии безбашенные соревнования. История гонок Fuel началась еще в 2004 году. Правда, нынешнего названия игры тогда не звучало, а студия Суба трудилась над проектом Grand Trade of Road, посвященным езде по бездорожью. Его релиз так и не состоялся, зато спустя несколько лет на горизонте появился Fuel, все с тем же упором на гонки по ухабам, на разнообразие транспортных средств и красоту диких пейзажей. Для остроты в старую концепцию авторы добавили лишь щепоточку Армагеддона, а чтобы подогреть ажиотаж вокруг своего творения, пропихнули его в книгу рекордов Гиннесса. Fuel попала туда как самая глобальная видеоигра с общей площадью виртуальных территорий свыше 14 тысяч квадратных километров. Размер никем не заселенных земель в игре объясняется просто. Планете наконец надоело терпеть вознюю мелких паразитов людей на своем теле, и она с помощью природных катаклизмов вытеснила их из некоторых регионов, в том числе и из Калифорнии, которую со временем облюбовали чокнутые гонщики. Устраивая состязания в борьбе за последние капли бензина, они колесят по живописной безлюдной местности на баге, трехколесных мотоциклах, катерах на воздушной подушке и прочем экзотическом транспорте. Системные требования к игре следующие. Двуядерный процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц, 2 ГБ оперативные и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске гоночная аркада Fuel займет 6 ГБ. Разнообразная техника, огромная территория, тяжелые погодные условия. Казалось бы, у Fuel есть все для успеха. Но разработчики умудрились споткнуться в самом неожиданном месте. Подготовив блестящую основу для гонок, они запороли сами гонки. Во-первых, разработчикам почему-то не удалось реализовать меняемое ощущение скорости. Во-вторых, в необъятном пространстве невозможно нормально ориентироваться. Выводить каждый раз большую карту неудобно, а ее уменьшенная версия совершенно неинформативна. Систему же навигации и поиск оптимального пути вообще похоже программировал Иван Сусанин. Маршрут меняется несколько раз за минуту, но в итоге указатели все равно приводят прямо в море. Но в нокаут вся дерзкая концепция Fuel отправляется после третьего удара. Чтобы облегчить участь несчастного игрока, разработчики вывели обязательное для прохождения гонки прямо в меню. Таким образом, необходимость путешествовать по миру, изучать его, добираясь до места очередного старта, отпадает сама собой. Тройка за геймплей. Зато очень радует графика, неожиданно превзошедшая все ожидания. Невзрачная на скриншотах, игра оказалась очень эффектной в жизни. Чего стоит одно освещение? Местные закаты – это мечта романтика. Чисто гоночные спецэффекты вроде пыли и грязи на колесах тоже на высоте. Но сколько вы сможете любоваться графикой, закрывая глаза на все остальное? Это вопрос. 5 баллов за внешний вид. Местность Fuel, конечно, дикая, но это не значит, что ураганные гонки должны проходить под убаюкивающие гитарные переборы. Четверка за звук. Жаль, но заочно возведенный в степень хита проект оказался довольно средней игрой. Конечно, Fuel обладает уникальным игровым миром и высокотехнологичной графикой, но для гоночной аркады, как выяснилось, этого недостаточно. Четверку получает сегодня игра Fuel. На стадии разработки Fuel представлялась совсем другой. Воображение рисовало драматичные заезды в крайне агрессивном окружении, где свирепствует смертельная и опасная необузданная стихия. На деле же вышла автомобильно-мотоциклетная экскурсия в огромный, но возмутительно пустой и статичный мир. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре. Вопрос. В гонках все время приходится ездить по дорогам. А в каком режиме можно покататься по бездорожью? Отвечаем. Скорее всего, вам нужен режим гонка с вертолетом, где необходимо обогнать вертолет, двигаясь по кратчайшему расстоянию от старта к финишу, то есть по прямой, невзирая на кочки и каналы. Вопрос. Почему у меня не сохраняются новые локации, до которых я доехал во фрирайде? Отвечаем. В свободном заезде вам открыты все 14 тысяч квадратных километров. Но чтобы закрепиться на определенные области карты и иметь возможность попадать туда в любое время, а не ехать несколько минут, нужно побеждать в гонках. Тогда вам станут доступны лагеря в этих областях, которые послужат отправными точками для перемещения по глобальной карте. Вопрос. Я прошел все гонки в первой локации, а заработал только 5 звезд из 9. За что дают звезды, кроме гонок? Отвечаем. Звезды дают только за гонки в карьере. За каждую гонку максимум 3, при игре на сложном уровне. Если у вас 5 из 9, значит вы прошли заезды на среднем или низком уровне сложности. Гарри Поттер и принц полукровка. Экшен от третьего лица, созданный по мотивам одноименного кинофильма. Хорошо знакомых героев вновь ждут магические схватки в Хогвартсе и, конечно, финальная битва с Темным Лордом. Министерство магии терпит поражение за поражением в битвах с Волон-де-Муртом. Даже маглы страдают от Второй войны. Каждый день происходят катастрофы, причины которых никому не ведомы. На шестом году обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс Гарри Поттер продолжает попытки уничтожить Волон-де-Морта. Используя старинный учебник зелья варенья, некогда принадлежавший принципу лукровки, Гарри удается улучшить свои магические навыки и подготовиться к предстоящей битве. Но до этого ему предстоит вместе с Дамблдором разгадать тайну бессмертия Волон-де-Морта, связанную с крестражами, в которых скрыта частичка его души. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 2 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 5 ГБ. Новая часть стала более динамичной и проработанной в плане геймплея. Появился даже небольшой элемент РПГ. Теперь вы сами вольны создавать магические зелья и снадобья, изучив необходимую литературу в библиотеке профессора Слакхорна, а затем составив их из подручных средств. Будь то какие-нибудь корени, лягушачьи лапки или растения. Вам также придется больше использовать магию, и на этот раз не только для того, чтобы перетащить скамейку или отремонтировать крышу, но и для того, чтобы защитить себя. Тройка за геймплей. Проектом, как нам известно, занималась не сама Electronic Arts, а сторонняя студия Bright Light Productions. Игра несколько преобразилась, и в ней нет больше той мультяшности и однообразия, которые присутствовали в предыдущих частях. Стилистически Гарри Поттер и Принц Полукровка стала более темной и атмосферной игрой. Мрачные башни замка Хогвартс, а также непроходимые дремучие леса вокруг выглядят по-настоящему пугающе. Тройка за графическое оформление. Звук в игре Гарри Поттер и Принц Полукровка можно похвалить. Музыкальные композиции не надоедают. Все кругом летает, взрывается, пищит и стрекочет. Четверка за звук. Гарри Поттер и Принц Полукровка – отличное дополнение к фильму. После просмотра киноленты многие захотят очутиться в шкуре Гарри Поттера, и игрушка явно создана для такой аудитории. Выйдя она в ноябре прошлого года, как это и было запланировано, вряд ли на нее обратили бы внимание. Хотя продукт получился довольно-таки качественным. Общая оценка игры – 4 балла. В игре Гарри Поттер и Принц Полукровка нам предстоит разгадать много тайн. Поучаствовать в магических поединках, узнать, кто же на самом деле тот самый принц. И самое главное-то – выиграть кубок по квидичу. А в этом вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Помогите. Мне нужно воспользоваться рычагом, но я не могу его применить. Решетка мешает. Что делать? Отвечаем. Ломайте его на части, перенесите за решетку и соберите обратно заклинанием репара. Мышью нужно крутить по часовой стрелке. Следующий вопрос. Помогите. В самом начале игры не могу победить уроном. Что делать? Отвечаем. Здесь нужно больше двигаться и уворачиваться от заклинаний, использовав клавиши Q и E. Следующий вопрос. А что обозначает заклинание Stupify? Отвечаем. Это заклинание заставляет противников остолбенеть. И пока они стоят, вы спокойно успеете выполнить все свои дела. Успехов! Смотрите далее. Street Fighter 4. Свежие издания культового файтинга 90-х. Все файтинги абсурдны, но этот абсурднее всех. И этим он особенно прекрасен. КОЛОВ ХУАРОС, УЗЫ КРОВИ, ДУЭЛЬ ЭВРОПИДИ, СКАЧКИ НА ЛОШИДЯХ И АТСТЕКСКОЕ ЗОЛОТО В ПРИКВЕЛИ ЛУЧШЕГО ИНТРАКТИВНОГО ВЕСТЕРНА НА ПИСИ. ДУЭЛЬ ЭВРОПИДИ, СКАЧКИ НА ЛОШИДЯХ И АТСТЕКСКОЕ ЗАЛОТОВ. СКАЧКИ НА ЛОШИДЯХ И АТСТЕКСКОЕ ЗОЛОТО В ПРИКВЕЛИ ЛУЧШЕГО ИНТРАКТИВНОГО ВЕСТЕРНА НА ПИСИ. СТРИТ ФАЙТЕР 4. СВЕЖЕЕ ИЗДАНИЕ КУЛЬТОВО ФАЙТИНГО 90-х. Все файтинги абсурдны, но этот абсурднее всех. И этим он особенно прекрасен. С классической американской культурой почему-то лучше всего получается управляться людям из Восточной Европы. Разработчики из Чехии рассказали лучшую в мире интерактивную историю про итальянскую мафию в Америке. А поляки прогремели на весь мир со своим безупречным вестерном Call of Juarez. Сегодня мы расскажем вам о приквеле к этой игре. Call of Juarez Угзы Крови. Вестерн, пожалуй, единственный жанр, где все еще приветствуется бережное следование канонам. И с этой точки зрения Call of Juarez был идеальным произведением. Разработчики каким-то непостижимым образом умудрились собрать в одной игре все, что требовалось от шутера про Дикий Запад. Пальбу с двух рук, дуэли, салуны, скачки на лошадях и ограбление поезда. Первая часть во многом удалась благодаря одному из героев – преподобному Рэю. Когда он, сжимая в одной руке Библию, а в другой шестизарядный кольц поливал врагов свинцом пополам с цитатами священного писания, Call of Juarez казалось лучшей игрой на Земле. Стелс-миссии с его неуклюжим племянником в главной роли воспринимались как необходимое зло. Принимая это, разработчики посвящают фриквел Узо Крови Рэю и его младшему брату Томасу. Действие происходит задолго до событий оригинала, во время гражданской войны в США. Братья сначала скучают в окопах конфедерации, затем дезертируют и отправляются в Мексику за сокровищами. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 4 ГБ на жестком диске. Принципиальное отличие от оригинала, в виде возможности выбора персонажа для прохождения уровня, реально не влияет на результат. Только вытягивает из нас деньги на покупку оружия для обоих героев. Небогатый выбор стволов практически неприменим. Все можно пройти с одним из них, лишь изредка воспользовавшись луком для удобства. Сюжетная линия в основном скучная, но все равно затягивает. Call of Juarez Узы Крови – игра со своим определенным драйвом. Это как приключение с ощущением бескрайних просторов и возможностей, что и производит хорошее впечатление. 4 балла за геймплей и маленький минус за быстрое прохождение с учетом просмотра всех роликов. Игра очень хорошо оптимизирована, но за это приходится платить. Во-первых, моментальным исчезновением трупов. Во-вторых, возникающими из ниоткуда игровыми объектами. И в-третьих, скудной анимацией персонажей, особенно в роликах. Сами видео-вставки скучноваты, но их количество и неплохая постановка компенсируют данный недостаток. Несмотря на все это, игра производит приятные впечатления и отлично передает атмосферу. А смотреть на крупные взрывы и масштабные разрушения – одно удовольствие. С чистой совестью ставим 4 балла за внешний вид. Озвучка игры не вызывает каких-либо особых эмоций. Спецэффекты и музыка выполнены на должном уровне. Интонации, эмоции, шутки, игра голосом и переживания – все это есть. Но работа актеров не совсем идеальна. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук. А наша оценка снова от 4 балла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Call of Cuara Сузы Крое Приквел со скучным сюжетом и известным концом, с динамичным геймплеем, живой натуральной картинкой и без какой-либо изюлинки. Вестерн для тех, кто любит приключения и грезит о древних сокровищах. Наша общая оценка – 4 балла. Игра вполне себя оправдала и получилась однозначно не хуже оригинала. Большинству геймеров она придется по душе. Однако, из-за особенностей и нововведений в игровом процессе, игра вызывает смешанные чувства. Но мой вам совет – отбросьте все сомнения и поиграйте, а мы поможем вам с прохождением. Первый вопрос. Как стрелять из пушки в первой миссии по плотам? Я по ним стреляю и не попадаю. Даже прицел красным не становится. Отвечаем. Прицел нужно наводить чуть выше цели. Методом проб и ошибок все получится. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как нормально проходить дуэли? Что именно нужно делать? Отвечаем. Есть два главных условия. Во-первых, во время гонга ваш противник должен быть в фокусе. Его должно быть видно четко и без эффекта размытия. Во-вторых, во время гонга рука вашего героя должна быть так лиска к стволу, чтобы герой стал перебирать пальцами. Если вы выполнили оба этих условия, сразу после гонга появится движущийся прицел. Ваша задача вовремя нажать на курок мышки. Следующий вопрос. Что нужно делать во второй миссии, где надо паром остановить? Я стреляю из пулемета, но это не помогает. Отвечаем. Нужно воспользоваться пушкой. Правда, возможно, перед этим придется пострелять в солдат на корабле. С момента первого полноценного анонса на выставке Captivate 2008 эту игру стали ждать миллионы игроков по всему миру. В первую очередь, эта новость коснулась обладателей консолей. Но вскоре стало известно, что и владельцев PC не минует чаши сия. Встречайте, легендарный Street Fighter за номером 4. У каждого, кто начинал играть еще на Денди или Сеге, со Street Fighter связаны особенно теплые воспоминания. С распространением компьютеров о файтингах в нашей стране постепенно забыли. А вместе с ними ушел небытие и Street Fighter. За рубежом в него по-прежнему играли, но уже не так запойно. В середине 90-х тонн файтингов стали задавать Tekking и Virtua Fighter. Потом к ним присоединились Dead or Alive и Soul Calibur. Но все хорошо забытое старое рано или поздно возвращается. Весной Capcom запустила Super Street Fighter 2, ремейк второй части. И игра неожиданно добилась небывалого успеха. Теперь они сделали четвертую часть. И это именно тот Street Fighter, который мы знали без малого 20 лет назад. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 5 ГБ на жестком диске. По мнению разработчиков, игра должна быть доступной. И вот эту доступность называют главным отличием Street Fighter 4 от других файтингов. Здесь можно играть просто интуитивно барабаня по клавишам. С подкованным противником такой фокус не пройдет. Но и вам никто не мешает освоить игру на профессиональном уровне. Все необходимое в ней для этого есть. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Игра стала трехмерной, но по-прежнему придерживается строго двухмерной перспективы и выглядит как акварельный взрыв. Это касается не только художественного исполнения, но и самой идеологии игры. И пара слов о видеовставках. Они выполнены в двух стилях – аниме и граффити. Это скорее арт-хаус, нежели что-то классическое. Но тем не менее смотрится гармонично. Наша оценка графического оформления – 5 баллов. Звук в Street Fighter 4 также на высоком уровне. Фирменные спецэффекты и забойный саундтрек, если не погружают вас в атмосферу 90-х, то уж точно справляются с передачей акустического ряда качественного мордобоя. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Типичная зарисовка будни Street Fighter. Сходятся в чистом поле два брутальных товарища. Один со страшным лицом заносит руку, и вот кулак летит, 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 все летит. Все летит, да никак не долетит. Вот кулак долетает, следует удар. Противник от этого удара летит, летит, летит. Все летит, летит, летит. Ну, вы и сами поняли. Все файтинги абсурдны, но Street Fighter абсурднее всех. Этим он особенно прекрасен. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Capcom удивительным образом удалось сохранить атмосферу того самого Street Fighter начала 90-х. Конечно, аниме-вставки и своеобразное граффити в роликах могут отпугнуть ортодоксов. Но что касается геймплея, то тут авторы угодили буквально всем. И старой гвардии, и новому поколению геймеров. А теперь вопросы и ответы. Ответы и вопросы. Первый вопрос. Как выполнить чардж с клавиатурой? Отвечаем. Держите кнопку назад 2 секунды, а затем быстро жмите вперед. Следующий вопрос. Я наконец-то отрыл перса Гена. Классно выглядит, но на команд листе почти пусто. У него действительно так мало приемов. Отвечаем. Нет, ударов у него предостаточно. Дело в том, что их тоже нужно постепенно открывать. Мало того, он владеет сразу двумя стилями боя. Богомол и журавль. Следующий вопрос. Что такое ультра или эксперт атаки, я разобрался. А что означают особые, персональные и направленные атаки? Отвечаем. Особые атаки, они же спешл, обычные суперудары, вроде Хадукена. Направленные, они же таргет, специальные атаки у некоторых персов захватом цели. В основном у бойцов с чарджем, к примеру, у Чун Ли или Хонды. Направленные атаки, они же фокус, отводящие удары атаки и позволяющие провести контратаку. Разделяются на три уровня заряда. Первый отправит противника в нокдаун. Второй аналогично, если противник не поставил блок. И третий – армор брейк. Ежели такой выставить враг. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.муздефиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!